Сегодня в программе Этнокрым. Мечеть, баня, фонтан слез. Какое еще наследие оставили потомки ханской династии Гераев. Корейцы Крыма стремятся сохранить самое ценное, что есть у любого народа. Крымские осетины – один из немногочисленных народов Крыма. Ученый с мировым именем, профессор-русист Аделе Эмирова отпраздновала свой 85-летний юбилей. Любимое дело – вот что самое главное в жизни. В рубрике «Лица» самый талантливый и любимый ученик Ивана Айвазовского – Эммануил Магдесян и выдающийся мастер света Архип Куинджи. Мало кто из зрителей запомнил эту актрису молодой. О судьбе любимой бабушки народной артистки СССР Татьяны Пельцер. Она была комедийна, она была смешна. Бахчисарайский ханский дворец – единственный сохранившийся в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Он был основан в 1532 году ханом Сахибом I Гираем. На протяжении двух с половиной столетий здесь рождались, жили, правили и умирали представители ханской династии Гираев. Этот комплекс – не личное имущество того или иного хана, а фамильное достояние всей правящей династии. От первоначального вида ханского дворца осталось не так много. Время уменьшило его площадь в пять раз. Вообще на этой площади ничего не росло, она была открытой. Только в южной части, вот в конце двора, были фруктовые сады. Сады были удивительные. Ханы коллекционировали виноград, фруктовые деревья. Османские султаны присылали сюда луковичные растения в подарок. Это касалось тюльпанов, нарциссов. И путешественники говорили, что здесь все благоухает, ароматических трав очень много было. Первоначально двор этого дворца был совершенно открытым, здесь ничего не росло. Это была хорошо утоптанная желтая глина, песок. Здесь проходил военный парад, смотры войск. Целый день здесь могли находиться, прогуливаться местные жители. Было множество фонтанов, набирали воду, гуляли. То есть дворец никогда не закрывался от местных жителей. Это было такое место встречи. То есть дворец выглядел когда-то совершенно иначе. Сегодня, конечно, это уже парк. Буюк Ханджами – большая ханская мечеть. Одна из крупнейших мечетей Крыма и первая из зданий ханского дворца. В 1736 году мечеть пострадала при пожаре. Во время правления хана Селемета Гирая была восстановлена. В советское время мечеть была закрыта. В ней располагалась экспозиция музейного отдела археологии. Сейчас она вновь открыта для мусульман. Первоначально эта мечеть была купольной. Но в 1736 году, когда дворец был сожжен фельдмаршалом Минихом, пострадала и мечеть. Вот после этого пожара мечеть перестраивали и купол уже не стали восстанавливать. Сделали четырехскатную кровлю, которая в этом году тоже у нас отреставрирована и перекрыта. Черепица у нас новая. Мечеть украшена двумя минаретами. Минареты очень красивые, они каменные. Это инженерный шедевр, можно сказать. Внутри минарета винтовая лестница и наверху очень красивый резной каменный балкончик шурфе, на котором когда-то находился музей мечети и оттуда с балкона призывал всех правоверных к очередному намазу. Произносил Изан. Визитная карточка бывшей резиденции крымских ханов фонтан слез. Именно его воспел Пушкин в поэме «Бахчисарайский фонтан». Построен источник воды в период правления хана Крымгерая в память рано ушедшей из жизни жены. Долго страдал хан и призвал он придворного мастера Умера. И сказал ему, сделай так, чтобы камень заплакал. Так говорит легенда. Мастер исполняет этот заказ. И в центре мраморной плиты он помещает цветок лотоса, который символизирует мужской глаз. Из него капля за каплей капают слезы, в чашу символизирующую сердце. Но горе разливается в малые чаши, то есть время заставляет забыть эту потерю. Так проходит вся его жизнь. И легендарный фонтан, конечно же, посетил Александр Сергеевич Пушкин. Эту легенду он слышал, еще будучи на родине. Но сначала она на него впечатление никакого не произвела. А вот когда он попал в Крым, в ссылку, он побывал в Бахчисарае. Был здесь всего лишь один день. С сентябрьским теплым днем. Во дворце хозяев уже не было. Здесь был лишь один старенький крымский татарин-смотрителей. И когда он подвел Пушкина к фонтану, рассказал ему легенду вновь, она его настолько впечатлила, что вышел он во дворик гарема и сорвал две розы. Вложил их в чашу фонтана. И вот с тех пор, каждый день у нас здесь свежие розы. Ну и, конечно же, знаменитая поэма «Бахчисарайский фонтан» прославила наш дворец на весь мир. Одно из самых ранних сооружений дворцового комплекса – баня Сары Гузель с крымско-татарского «Желтая красавица». Изначально это заведение не было частью ханского дворца. Дворцовая баня располагалась в другом месте, а Сары Гузель была подарком Сахибгирай хана для всех жителей города. Бахчисарайцы пользовались баней по прямому назначению вплоть до 1920-х годов. Эта баня всегда была общественной. Как говорили современники, за сущие копейки здесь можно было получить массу удовольствия. Вообще нужно сказать, что баня на Востоке – это культ. Это не просто средство гигиены. Для женщин баня была своеобразным клубом. Если мужчины, мусульмане, собирались в кофейник, то женщины ходили в баню. Муж должен был еженедельно выделять определенную сумму денег на посещение бани. Женщины к посещению хамама готовились. Готовили вкусную еду, какие-то деликатесы, десерты. Надевали красивые одежды, брали с собой средства гигиены, косметические средства. Обязательно надевали все украшения, которыми только можно было похвалиться перед подругами. И уходили в баню на целый день. Баня традиционно делится на мужскую и женскую часть, которые состоят из нескольких помещений. Система работы восточных бань основана на принципе подпольного отопления. Крымско-татарская баня – это типичный хамам. То есть по типу византийских терм подпольное отопление. Вот здесь вот в углу реставраторы намеренно сохранили часть канализационной системы. Вода уходила в канализацию. Вот в этом фонтане была всегда чистая родниковая вода. То есть именно здесь могли набирать воду, готовить кофе. Топка находилась с обратной стороны бани. Ранним утром истопник растапливал не только баню, не только обогревал эти помещения, но и готовил горячую воду. Воду здесь вручную никогда не носили. Горячая вода по свинцовым трубам и холодная по керамическим трубам подавалась внутри стен к каждой мраморной раковине, которых здесь достаточно много. Такие бани были распространены на полуострове, особенно в наиболее крупных городах, где преобладало мусульманское население. Самую большую ценность любого народа, а именно родной язык, стремятся сохранить корейцы Крыма. В Симферополе открыт центр корейского языка и культуры. Великое богатство народа – это его язык. И, наверное, это то, что сподвигло нас давать своему народу свой язык. Ведь народ и нация – это не просто внешность и культура, это прежде всего язык, и он определяет всю нацию. Я хочу сказать, что нами двигает только один интерес, чтобы наш народ не забыл о том, кто он есть, чтобы наш народ знал свой язык, знал свою культуру и кем-то значился. Центр корейского языка и культуры открыт на базе кафедры иностранной филологии одного из высших учебных заведений Крыма – Университета экономики и управления. Основная цель центра направлена на создание условий для изучения и сохранения корейского языка и культуры в Республике Крым. У нас обучаются студенты корейской национальности. И то, где они могут соприкоснуться со своей культурой, со своей историей, таких мест не было, к сожалению. Задумались над тем, как мы можем им помочь, чем. И одним из самых первых таких событий помогли им в реализации курсов корейского языка. То есть мы таким образом вышли за рамки той воспитательной работы, той образовательной работы, которую проводим со студентами. История культуры этого древнего народа интересна не только этническим корейцам. Центр посещают и представители других национальностей. Корея вообще запала мне в душу. Я захотела изучать культуру, язык и вообще все. Я поняла, что я хочу выучить этот язык, понимать все разные шоу, там просто разговаривать, как люди говорят на этом языке. И это очень круто. Я тоже хочу. Корею я интересуюсь уже на протяжении лет пяти. В дальнейших планах я хочу переехать в Москву и поступить в РУДН на факультет Кореи Ледения. Корейский язык сумел сохранить свою самобытность и оригинальность, несмотря на многовековое китайское культурное влияние, японскую военную оккупацию, американское присутствие после Второй мировой войны. Сегодня корейская диаспора Крыма остро нуждается в поддержке и развитии гуманитарных вопросов. В свою очередь, корейская молодежь стремится к получению образования, изучению родного языка, культуры, традиций и истории. Это и побудило национальной культурной автономии корейцев Крыма создать центр корейского языка и культуры. На его базе будут организовываться лекции, встречи, симпозиумы, конференции, летние школы и другие мероприятия. Все для того, чтобы сохранить и распространить знания о корейской культуре среди широкой общественности. Наиболее характерные качества этого народа – воинственность, гостеприимство и уважение к старшим. А также они испытывают глубокое чувство благодарности Крымской земле, ставшей родиной для многих из них. Сегодня мы поговорим о Восетинах, одном из немногочисленных народов Крыма. История нашего народа в Крыму насчитывает более семи веков до нашей эры. Еще мы здесь являемся как представителями, наследниками Сарматов и Алан. И здесь очень много есть исторических памятников, говорящих о пребывании Алан или Осетин на территории Крыма. Раньше нас было больше. Сегодня по статистике, по последней переписи населения, Осетин в Крыму всего 648 человек. Поэтому мы очень малочисленные народы вообще. И представительство нашей нации в Крыму тоже количеством не блещет. Ну, как говорится, мал золотник, да дорог. В Крыму проживает более 170 национальностей. На протяжении тысячелетий народы бережно хранят свою историю, культуру, язык и из поколения в поколение передают свои традиции и обычаи. Наша община пытается, имея богатые традиции, уважение к старшим, уважение к женщинам, уважение к обычаям, к порядку, вот, сохранить это, передать это. Наша община видит своей главнейшей целью не упустить молодежь, чтобы они были рядом с нами. Наша автономия – это и инструмент сохранения обычаев, традиций. Если мы скажем, какой-то сегодня праздник, я, может быть, сам и не отметил бы, но когда приходит товарищ, друзья и говорят, слушай, сегодня же вот хета-джибон, как, где будем и как будем, собираемся. И когда подтягиваем молодежь, это очень важный момент. Не просто собраться нам, вот, с верстником, скажем, пожилым людям, но чтобы рядом с нами наша молодежь сидела, чтобы они видели, чтобы они впитывали. Мы передатчики того, что было до нас и что будет после нас. Если мы не сработаем, все это может пропасть попросту. Уходя своими корнями, вглубь веков, национальные обычаи и правила поведения осетин во многом соблюдаются и сегодня. Алан знают, во всем мире знают их, причем знают не как варваров, а как людей, владеющих воинским искусством и несущим добро, гуманность. У нас не может молодой человек сидеть, если зашел старший. Обязательно встает. Если я буду 5-10 раз заходить, он 5-10 раз будет вставать. К женщинам уважение это бесподобно. Вы, наверное, очевидно знаете, если дерутся насмерть два джигита, и зашла женщина, бросила между ними платок, бой прекращается. Кровная месть бытовала на Кавказе, в горах всегда кровная месть. И если кровник приходил к матери того, кто тебя преследует, ты становился братом. Месть прекращалась. Вот каково значение женщины. В крымском осетинском обществе Алания особое внимание уделяет изучению и сохранению богатейшей культуры своего народа. Скиф Хачерти, автор восьми монографий, в которых рассказывает о самых интересных фактах из истории осетин. Описываю, кто были наши предки, кто они такие, скифы, сарматы, аланы. Моих предков надо поднимать, чтобы о них никто не забывал, чтобы они их уважали, и как положено, и их исторические памятники, как положено. Не вправе мы забывать все то, что есть хорошее, а есть очень много. В каждом народе есть что-то хорошее. И вот тогда, когда имеет место сочетание всего этого прекрасного, когда мы имеем букет разноцветия, вот нам в нашем регионе, редком регионе Российской Федерации, вот это многоцветие обязывает нас быть понимающими, быть дружными. А дружным ты не будешь уважать, ты не будешь, если ты не знаешь историю. Если ты знаешь историю, где мы были вместе, где мы друг другу помогали, ты не будешь относиться плохо. Осетины – самобытный народ, хорошо знающий свою историю. Их культура чрезвычайно интересна. И более детально о ней мы расскажем в наших следующих выпусках. Любимое дело – вот что самое главное в жизни. Ученый с мировым именем профессор Усис Аделе Эмирова отпраздновала свой 85-летний юбилей. Большую часть своей жизни она посвятила науке. Знания должны быть. Человек должен быть выше немножко быта. Он должен смотреть куда-то наверх. Но одни будут говорить, что это в небо, к Богу устремить взгляд. Но это к духовности. Там Бог – создатель всего, что есть на земле. И духовность вся оттуда, от веры в Бога. Десяток книг и более 200 научных публикаций. Она внесла неоценимый вклад в развитие русской и крымско-татарской филологии. Сфера научных интересов Аделе Эмировой – фразеология и социальная лингвистика. Моя работа, в том числе и литературно-художественная, это мое любимое дело. И меня иногда спрашивают, вам не скучно дома одной? Ничего не скучно. Я люблю одиночество. Для меня одиночество – это благо. Я всегда найду, что сделать. И написать стихотворение, статью какую-нибудь. А я еще, знаете, чем могу сказать горжусь? Я, как фразеолог-русист, занялась фразеологией крымско-татарского языка. И вот здесь на стенде есть учебник, единственный и первый в мире, с гордостью скажу я, основой крымско-татарской фразеологии. Я люблю свою работу. Я счастлива, потому что живу на своей родине и занимаюсь любимым делом. Профессор особое внимание уделяет развитию крымско-татарской филологии. Также занимается литературными переводами, пишет рассказы и стихотворения. Из моих 260 с чем-то работ почти половина посвящена крымско-татарскому филологии фактически. Я проводила исследования о языковой компетенции крымских татар, о языковой ситуации в Крыму, Украине и шире в России, о языковой политике. Обычно даю доклады, посвященные языковой ситуации и новому правовому статусу крымско-татарского языка. И здесь, конечно, я пишу об этом открыто, и все это понимают. Много еще надо сделать, но тем не менее какие-то шаги уже делаются. Аделия Емирова родилась в Крыму. В 11 лет была депортирована из родины. После школы поступила в Самаркандский государственный университет на факультет русской филологии. В этом же вузе прошла путь от преподавателя до профессора. В 1990 году Аделия Емирову пригласили на работу в Симферопольский государственный университет на должность профессора кафедры русского языка. Параллельно она преподавала в Крымском инженерно-педагогическом университете, где работает по сей день. Я благодарю сознание за то, что он мне дал такую дорогу в жизни, такую стезю научную работу. Аделия Емирова считает себя счастливым человеком. В свои 85 лет она полна творческих планов и научных идей. Далее в программе. В рубрике «Лица» самый талантливый и любимый ученик Ивана Айвазовского Эммануил Магдесян и выдающийся мастер света Архип Куинджи. Мало кто из зрителей запомнил эту актрису молодой. О судьбе любимой бабушки народной артистки СССР Татьяны Пельцер. Она была комедийна, она была смешна. Последователями Айвазовского можно назвать целый ряд художников. Из феодосийской мастерской великого мариниста вышли Лагорио, Феслер, Багаевский. Десятки талантливых и известных живописцев. Но самым ярким и к тому же самым любимым учеником великого мастера был Эммануил Яковлевич Магдесян. Магдесян генетически был связан с Айвазовским даже до своего рождения. Поскольку мама Магдесяна была двоюродной сестрой Ивана Константиновича Айвазовского. Он часто приезжал в армянский базар. А Магдесян жил как раз в этом городе. Причем в небогатой армянской семье. И вот каждый приезд художника такой величины, как Айвазовский, это было целое событие. И Магдесян уже с детства он был знаком с картинами Айвазовского, потому что одна из них находилась в церковно-приходской школе. Потом, уже заканчивая эту школу, он увидел знаменитый девятый вал Айвазовского. И Айвазовский, находясь в семье, он заметил тягу Эммануила Яковлевича Магдесяна к живописи. И он дал ему практически путевку. Он подарил ему краски, он подарил ему палитру, он подарил ему этюдник. И затем, вот с этого периода, начинается более пристальное внимание Айвазовского, поскольку он увидел в нем потенциального, интересного и самобытного художника. Эммануил Магдесян родился в 1857 году в Крыму, в городке Армянский базар, ныне Армянск, в бедной семье. Проучившись 14 лет в Академию художеств Санкт-Петербурга, Эммануил Яковлевич совершенствовал свое мастерство у Ивана Константиновича. В кругу петербургских искусствоведов Магдесян считался продолжателем традиции Айвазовского. Но, не желая оставаться бледной тенью великого мастера, Магдесян стал известным провинциальным художником, переехав в Симферополь. Вот этот рок, что он самый талантливый ученик Айвазовского, он висел над ним до конца жизни. И Магдесян старался уйти из-под вот этой опеки. Он даже пошел по тому пути, по которому шел Айвазовский. Ведь Айвазовский не остался в Петербурге или в Москве, он уехал на периферию. И Магдесян тоже, хотя уже начиная с начала 90-х годов вплоть до начала 20-го века, его работы Магдесяна постоянно публиковались в столичных журналах НИО, художественное обозрение и так далее. То есть много было, почти каждый номер имел работу Магдесяна. Он бросает все, он переезжает сюда на периферию, в этот заштатный абсолютно Симферополь. И здесь он по опыту Ивана Константиновича Айвазовского, он пытается создать так же, как Айвазовский у себя в Феодосии, создать картинную галерею. Вот как раз Магдесяну принадлежит приоритет того, что он первым в Симферополе пытался разбудить местное сообщество. И его картинная галерея была открыта для всех, то есть он не брал плату, он просто выставлял работы извечнейших художников, которые дарили ему работы Магдесяну. Или он просил для выставки, и люди ходили, люди смотрели. Магдесян отличается от Айвазовского по манере письма. Это прекраснейший планерист. Он не создавал колоссальных по размеру работ, как Айвазовский. У него были небольшие камерные работы. Но в каждой из них он старался по-своему оценить буйство природы, которое присутствует во всех работах Айвазовского. Манера Магдесяна жесткая, для неподготовленного зрителя не совсем понятная. Но это был провинциальный художник, который обладал потенциалом мастера. Он смог передать красоты Крыма так, как не удавалось ни одному другому художнику. Способный ученик Айвазовского, талантливый армянский художник Эммануил Магдесян умер 5 ноября 1908 года во время работы над самым светлым и радостным своим творением – картиной «Утро», которая так и осталась незавершенной. Художник был похоронен на армянском кладбище в Симферополе, но, к сожалению, время не сохранило его последнее пристанище. Насколько гениален талант мастера света Архипа Куинджи, настолько сильно загадочна и биография великого художника. Греческий род живописца имеет крымские корни. Исследователь творчества Архипа Куинджи Виталий Манин отмечал, что его предки проживали в предгорной части полуострова в районе Бахчисарая и занимались хлебопашеством. Во времена правления Екатерины II их семья вместе с другими христианами полуострова была переселена в Приазовье. Новой родиной для предков Куинджи стал город Павловск, впоследствии переименованный в Мариуполь, где, собственно, мальчик и появился на свет. Архип Иванович Куинджи происходил из семьи мариупольских греков. И о ранних годах его жизни мы знаем достаточно много противоречивых, достаточно сведений. Есть, например, у Волошина упоминание о том, что он был пастухом какое-то время, жившим в северном Крыму. С другой стороны, мы знаем, что в Крым он попадает с целью учиться у Айвазовского. О семье его мы знаем также не очень много. Известно, что и отец, и мать его рано умерли, и ему приходилось жить в семье у родственников, чаще всего у дяди. И уже в восьмилетнем возрасте он переходит в услужение как комнатный мальчик, как богатому господину. Но позднее, в десять лет, он принимает решение о непосредственно обучении художественному ремеслу. Историки искусства спорят по поводу того, был ли он непосредственно учеником Айвазовского или нет. И даже мне встречалась в литературе легенда о том, что Айвазовский его не принял. И обучался он все-таки не у самого Айвазовского, а в его мастерской, при его мастерской у Адольфа Фесслера. Адольф Фесслер являлся учеником и копиистом Айвазовского. Возможно, поэтому многие исследователи отмечали, что в первой картине архипа Куинджи татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма просматривалась влияние известного мариниста. О пути к Академии художников мы тоже знаем очень много легенд. Также, в частности, говорится, что он после обучения в Крыму возвращается в Мариуполь и работает в качестве ретушора в фотографической мастерской своего старшего брата, поскольку у него не было основного образования. И для того, чтобы попасть в Академию или получить разрешение на прослушивание курсов как вольнослушатель, он выставляет вот эту свою первую работу в 1868 году. И по результатам этой выставки принимается решение о том, что он может в качестве вольнослушателя Академию художеств посещать. И только после того, как Архип Иванович сдал экзамены по анатомии, архитектуре, композиции и другим дисциплинам, живописец получает звание внеклассного художника с правом преподавания и спустя несколько лет становится одним из участников художественных передвижных выставок. В этот период он очень активно путешествует, пишет как Малороссию, украинскую природу. И также очень любит изображать северную природу вокруг Санкт-Петербурга, Карелия, в остров Валаам. Все это отражается в его творчестве. Можно сказать, что к лунной ночи, к 1939 годам, он приходит уже достаточно зрелым мастером. На Всемирной выставке в Париже в 1878 году работы Архипа Куинджи впечатлили многих ценителей высокого искусства. Они отмечали, что у русского живописца нет ни малейшего следа иностранного влияния или, по крайней мере, никаких признаков подражательности. А известный критик Эмиль Дюранти в своих отзывах писал, «Господин Куиджи бесспорно самый любопытный, самый интересный между молодыми русскими живописцами». Оригинальная национальность чувствуется у него еще более, чем у других. Но больше всего прославила Архипа Куинджи картина «Лунная ночь на Днепре», в которой он достиг предельной иллюзии света. «Куинджи не задумывается о том, что картина будет претерпевать такие погодные, климатические испытания. Поэтому многие говорили о том, что Куинджи не заботится о красочном слое, краски у него такие новые, он тоже над их составом как-то сам работает». После грандиозного успеха и всеобщего признания, который Архип Куинджи был удостоен благодаря своей картине «Лунная ночь на Днепре» в 1881 и 1882 годах, художник организовывает еще две выставки, на которых показывает свои новые работы. И если полотно «Березовая роща» произвело настолько сильное впечатление на публику, что даже художественный критик Александр Бенуа назвал Куинджи русским моне, то «Днепр утром» был воспринят ценителями искусства предельно сдержанным. Последующие его произведения не вызывают такого широкого общественного резонанса, поскольку художник прибегает уже к совершенно другим решениям. И, видимо, после ряда не особо громких выставок он принимает решение о том, чтобы прекратить выставляться. И даже есть сведения, что до конца своей жизни он даже учеников своих практически не допускал в мастерскую. В годы так называемого затворничества мастер света пытается создать новые, более устойчивые краски, которые не меняли бы своего вида с течением времени и под воздействием воздуха. И, естественно, создавал все более совершенные работы. Большинство его произведений этого периода, в том числе создававшиеся здесь, в Крыму, это небольшие этюды маслом, выполненные в небольшом формате. Вот у нас как раз такого формата, не больше почтовой открытки. Два этюда – это ствол дерева и узунтаж «Крым». То есть это небольшой уголок Крыма, который как раз его с нашей коллекцией связывает. С 1894 по 1897 года Архип Иванович становится профессором-руководителем Высшего художественного училища при Академии художеств. За три года своей педагогической практики живописец смог создать целую школу талантливых художников. Его учениками были известны выдающиеся дети русского искусства, как Константин Богоевский, Николай Рерих и Аркадий Рылов. Он пытался, наверное, им дать то, чего он сам был лишен в юношеские годы, поскольку у каждого художника есть эта мечта – попутешествовать по Италии, по Германии, посмотреть работу знаменитых мастеров, но не у всех была такая возможность и есть и сейчас. Выходец из небогатой семьи Архип Куинджи, как только появилась финансовая возможность, начал заниматься благотворительностью, перечисляя значительные средства Фонд Академии художеств. Делом жизни для Архипа Ивановича многие исследователи называют создание общества художников, которому в знак большого количества заслуг было присвоено имя Куинджи. Архип Иванович внес в его основание миллионный капитал, и к 1910 году в списке членов общества насчитывалось 101 человек. Будучи в Крыму, Архип Иванович заболел воспалением легких. Его супруга перевозят в Санкт-Петербург, где у художника не выдерживает больное сердце, и 11 июля 1910 года он уходит в другой мир. Почти все свои деньги живописец завещал обществу художников имени Куинджи. Остальные полагались членам семьи, дорогим его сердцу людям и церкви. Похоронен великий художник на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре, куда ежегодно приходят ценители высокого искусства почтить память великого грека, ставшего гордостью русской живописи Архипа Ивановича Куинджи. Мало кто из зрителей запомнил эту актрису молодой. Даже в театрах, в которых она играла, ее любя называли бабушкой. Народная артистка Советского Союза Татьяна Пельцер всю свою жизнь посвятила сцене. Татьяна Ивановна Пельцер родилась 6 июня 1904 года в Москве. Ее предки по отцу немцы, по матери – евреи. Актриса родилась в семье знаменитого режиссера и актера Иоганна Пельцера, предки которого переселились из Германии в Россию еще во времена Ивана Грозного. Они разговаривали на немецком языке дома, но тем не менее русская сцена, советская, скажем тогда, повлияла на них. Она стала самой яркой, наверное, самой замечательной, фееричной бабушкой Советского Союза, народной артисткой. Для Татьяны отец был учителем и наставником. Он вывел ее и в жизнь, и на сцену, которая стала смыслом жизни, даже без профессионального образования. Она вышла на сцену в 9 лет. Там в 10 лет спектакль «Доходное место», по-моему, она получила первый гонорар. Потом она в 10 или в 11 лет сыграла Ванне Карениной сына. И в сцене прощания настолько она своей игрой впечатляла зрителя, что некоторые там чуть ли не падали в обморок и выносили. Настолько это было трогательно. Актриса сменила много театров. Признание пришло к ней поздно. Отсутствие образования мешало ее карьере. Но, несмотря на это, она все же стала одной из самых популярных, узнаваемых и любимых советских актрис. Это ей уже было 49 лет. Это 1954 год. Они сделали телеверсию спектакля «Свадьба с приданным», где она сыграла Лукерию, такую старушку, которая любила выпить. Она сыграла этот образ настолько ярко, что зритель почувствовал, что она родная, что вот она близкая, вот она такая же, как, в принципе, и все вокруг. Поэтому вот она, как бы, можно сказать, проснулась, да, говорят, знаменитой в 49 лет. Следом выходит в 1955 году «Солдат Иван Бровкин» фильм. Ну, тут вообще просто все. Это мама, мама, мама солдата. На нестандартных чертах лица доставшихся актрисе в наследство от матери еврейки и отца немца не раз останавливали взгляды потенциальные кавалеры. Но лишь один из них сумел добиться взаимности. В Москве она познакомилась с немецким коммунистом Гансом Тейблером. И она выходит за него замуж, выходит за него замуж, и они уезжают в Германию. Она бросает вот это увлечение, да, скажем, сцены, театром, и уезжает в Германию жить с мужем. Там она работает машинисткой, благо языковых барьеров нету, потому что она хорошо говорит на немецком. Бит обустроен, то есть, ну, она ни в чем не нуждается по сравнению, да, там, с жизнью России, там, в Союзе, да. И тем не менее, она там пробуется тоже, играет в спектакли. В 1931 году Татьяна Пельцер вернулась на родину без супруга. Но на протяжении всей жизни они оставались близкими друзьями. Возвращается в театры, там, театр миниатюр, Моссовета нынешний, где работает, ищет себя, оттачивает свое мастерство. Татьяна Пельцер снималась много, чтобы ее не забыли. Мало кто из зрителей запомнил ее молодой, поскольку полюбилась она за роли мам, бабушек, учительниц, уборщиц, экономок и медицинских сестер. Она именно проявила себя вот в этом характере, в этом амплуа. Ее так и стали называть в театре Ленкома, Ленинского комсомола, когда еще они называли ее бабушка, бабушка. Рассвет карьеры актрисы пришелся на 70-е годы. В этот период у Татьяны Пельцер было много ролей в театре. Просковья в Старой Деве, Марселина в Женитьбе Фигаро, тетя Тоня в Проснись и Пой и многие другие. Ее героини были близки и понятны зрителям. В 1972 году Татьяне Пельцер присвоили звание Народной артистки Советского Союза. Это произошло впервые за 48-летнюю историю Московского академического театра «Сатиры». Во многом актрисе помог Марк Захаров. Он поставил в этом театре пять спектаклей. Во всех у Пельцер были главные роли. В 1977 году, после 30 лет работы на сцене Московского академического театра «Сатиры», Татьяна Пельцер со скандалом уволилась и отправилась в Ленком. Она делает вот этот вот какой-то шаг такой, очень азартный, рискованный. Это величайшая актриса, поэтому это в ее характере. Актриса была в форме даже в старости. В 85 лет она много бегала, много курила и пила много кофе. Прислушиваться к рекомендациям врачей Татьяна Ивановна не желала. У нее коврик, она с собой, коврик дома на гастролях. Она утро начинает с зарядки, поддерживает себя в форме приключения желтого чемоданчика. Ну, кто еще сможет? Тут не каждый 30-40 лет в 50, она в 70 там танцует на крыше дома, она там летает на проводах, ну, то есть она в прекрасной физической форме. Ну, она понимает, что как бы, чтобы работать на сцене в кино, это все и надо. Последние годы жизни Татьяна Ивановна стала забываться, подводила память. Реплики в постановках были совсем короткими, и коллеги по цеху подсказывали их прямо по ходу спектакля. Она ходила с тетрадочкой, записывала роли, учила, 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 учила. Ну, годы, годы брали свое. Марк Захаров делает спектакль специально, наверное, для нее, я так думаю, потому что уже, ну, она достигла своего, наверное, расцвета. Это такой вот творческий пик, вот самый-самый, ставит с ней поминальную молитву, где она уже плохо запоминает текст, иногда говорит, реплики совсем не те. Но публика обожает ее. Просто она, выходя на сцену, вызывает такую бурю аплодисментов, восхищения, уважения, преклонения и понимания, что это вот, что завтра не может, может не быть уже этой актрисой. Поэтому Александр Абдулов тоже покойный, царствие небесное. Он выводил ее за руку, подсказывал. Скончалась актриса в 1992 году. Ее похоронили на Веденском кладбище рядом с матерью и отцом. Татьяна Ивановна, конечно, и закончила в больнице свою жизнь, но тем не менее она осталась в памяти, на экранах, на пленке самой замечательной, любимой советской народной артисткой, самой любимой бабушкой. На сцене всегда это фейерверк, вихрь, это танцы, песни. Она была комедийна, она была смешна. Субтитры создавал DimaTorzok